Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Ирины Чекуновой. В гостях у меня Сергей Алексеев, руководитель волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова». Сергей Александрович, я вас приветствую. Сейчас начинается такое время, уже конец лета, начало осени. Для вас период, наверное, тяжелый, потому что люди, если позволит погода, условия, пойдут в лес, пойдут за грибами, ягод уже нет, но тем не менее, хотя бы набрать грибов. И здесь начинается жаркая пора для волонтеров, для поиска. Когда подступает волонтерам информация о пропаже того или иного человека? Информация поступает нам из разных источников. Это либо непосредственно от потеряшки, если он на связи в лесу, либо от родственников, которые начинают бить тревогу, либо от правоохранительных органов, соответственно. То есть сначала позвонили в полицию, чтобы пропал, потом до нас дошла информация. Чем быстрее к нам поступила информация, чем меньше человек находится в лесу по времени, соответственно, тем быстрее мы приступаем к нашей работе. Ваша работа заключается в прочесывании той территории, где предположительно находится пропавший? У нас несколько методик поиска. Это работа на отклик и работа на прочес. Работа на отклик – это, как правило, первые часы, дни даже. Мы всегда даем шанс человеку найти его живым, стараемся. И работаем на отклик. Бывает ни с первого, ни с второго, ни с третьего. Но человек нас слышит, начинает кричать нам в ответ. Соответственно, мы его выводим дальше. Находим, выводим. Работа на прочес – это, как правило, работа на того человека, который не сможет нам ответить. Работа на прочес, на отклик, выезды. Сколько же человек на этого нужно? Это же огромная армия. Это действительно уже огромная армия. Сейчас, на данный момент, по Тверской области, это уже более 700 человек. Прямо откровенно, это 17 подразделений практически в каждом районе Тверской области. Как правило, выезжают сначала ближайшие. То есть, если это, допустим, Кувшиново, соответственно, выезжает Торжок, выезжает Осташков. Если ребята понимают, что поиск сложный, они сами не справляются. Туда подключается Тверь, подключается Конаково и так далее. Вплоть до… Ну, вся область может собраться. Вместе с сотрудниками МЧС здесь происходит поиск, да? Да, как правило, лесные поиски. Нас сопровождают сотрудники МЧС, сотрудники ОСС. Вообще, у вас договор со всеми правоохранительными структурами региона? Да, абсолютно правильно. Соглашение у нас о взаимодействии есть со всеми структурами. Следственный комитет, МЧС, МВД. Причем, уже достаточно давно мы заключили это соглашение. Плюс ко всему, мы на данный момент единственные официально зарегистрированные поисково-списательные отряды в Тверской области. Сейчас ваш главный совет, чтобы не заблудиться в лесу. Потому что наверняка, как вы мне говорили, каждый, кого вы находите, уверяет, что этот лес знает свои пять пальцев. Чтобы не потеряться, сейчас на самом деле очень большое количество гаджетов. Я думаю, что стоит даже для людей, которые пенсионного возраста, у них же есть дети. Не настолько это прямо дорого стоит, купить этот гаджет, возвращалку. То есть там показывается просто стрелочка, в какую сторону. Вы сначала уходите, потом она показывает, откуда вы ушли, возвращает вас на эту точку. Это самое элементарное. То есть в телефонах и в гаджетах это есть? В телефонах, в гаджетах все это есть. Обязательно, хорошо бы знать компас, но брать с собой компас, но надо уметь пользоваться. Для этого надо уметь им пользоваться. Есть люди, которые берут его с собой, а потом оказывается, что вместо севера уходят на юг. Это чтобы не потеряться. Что необходимо иметь при себе? Сейчас еще один момент, чтобы перед тем, как уйти, перед тем, как уйти в лес, желательно сообщить об этом обязательно соседям, родственникам, друзьям и так далее. В каком направлении? Да, в каком направлении вы уходите, чтобы была точка входа. Что нужно брать с собой? С собой обязательно нужно брать запас воды, запас какого-то еды, то есть перекус, который не испортится, если это будет жаркая погода. Обязательно с собой надо брать заряженный телефон и желательно брать еще дополнительный пауэрбанк, дополнительную батарею. Если вы потерялись в лесу, но вы будете на связи, это гораздо упростит нашу работу и поможет спасти вас оттуда. Какие еще функции выполняют волонтеры? Это не только поиск в лесу, это еще и другое. И в городах пропадают люди, и подростки, это люди разного возраста. Теряются абсолютно все. То есть у нас были случаи, когда терялись практически младенцы, бывали случаи, когда терялись бабушки и дедушки под 100 лет, в городской черте 30-летний мужчина вряд ли сам пропадет. Чаще всего на инфо будет уходить этот поиск. Если что касаемо леса, то теряются абсолютно все, и будем искать абсолютно всех. Что касаемо чем еще мы занимаемся, у нас на самом деле очень много сейчас направлений. У нас есть направление профилактики. Это ребята, которые ходят по школам, по детским садам, рассказывают о том, как вести себя в случае, если ребенок потерялся, что нужно делать, чтобы не потеряться, с кем можно общаться, с кем нельзя общаться. То есть даже профилактика педофилии. Также мы раздаем листовки на всяких городских мероприятиях. То есть мы рассказываем, что нужно брать с собой в лес и так далее. Это касаемо профилактики. Дальше у нас есть, допустим, кинологическое подразделение. Оно сейчас прям активно у нас развивается. Даже так, даже кинология. Да, то есть мы сейчас взаимодействуем с отрядом К-2. Они нам помогают. И у наших собачек воспитываются, и те воспитываются. И все это взаимодействие отрабатываем. И у нас уже даже был положительный результат. То есть собака нашла. Слушайте, какая гигантская помощь сотрудникам правопорядка. У нас есть конное подразделение. Но оно сейчас маленько приостановилось, так скажем, как будто бы замедлено. Но у нас все-таки не тот регион, который может позволить себе прям прочессы больших лошадях. У нас просто таких площадей нет открытых. Это не степь. Да, это не степь. То есть если это где-то Ростовская область, то там, да, лошади будут незаменимы, конечно. А здесь в лесу тяжело. Но, тем не менее, работаем с этим. У нас есть лесосвязи подразделения. Отдельное направление. Очень интересная работа. Это люди могут вывести человека из леса, не выходя из дома, по телефону. По телефону? Да. Слушайте, вот вы перечислили все это. Это же какие средства нужны? Это же гигантские вложения. Кто помогает и вообще на что это делается? Ну, естественно, часть вложений, конечно же, сами волонтеры скидываемся. Есть организации, которые нам помогают. Есть просто помощь от родственников, которых мы нашли. Они просто подходят и говорят, ребята, что вам нужно? Естественно, мы не возьмем никогда деньгами. Мы говорим, что если у вас есть возможность, подарите нам фонарь. Ну, условно, да, или там рацию. Соответственно, ребята нам это приносят и передают, так скажем. И еще огромнейший плюс. В этом году мы реализуем программу «Спасти может каждый» при поддержке фонда президентских грантов. В рамках программы мы приобрели большое количество оборудования, распечатали огромное количество информационного раздаточного материала и приобрели автомобиль «Газель» штабная. Поддержка хорошая. Да, поддержка очень хорошая. С 2011 года вы существуете? Да, абсолютно. Сколько человек нашли за это время? Я думаю, что более 7 тысяч уже. То есть, вот так вот. Вернее, как, более 7 тысяч поисков у нас было обработано. По найденным я, наверное, не буду привирать. Может быть, чуть-чуть поменьше. В прошлом году было 1400 уже обработанных поисков и около 90% было найдено живыми. Это один из самых лучших результатов вообще по России. По России? Да. Кого объединяет САУ? Людей каких профессий и возрастов? Абсолютно всех. То есть, у нас есть и медики, и учителя, и даже сотрудники МЧС, которые работают на работе и потом приходят, так сказать, в САУ. Я работаю, например, с лесарем-инструментальщиком на заводе. И времени, тем не менее, хватает? Да. Ночью? Ночью, ночью. Ну, как объяснить? Не обязательно же приезжать на весь поиск целиком. Допустим, поиск городской. Можно приехать и два часа посвятить вот этому. То есть, я два часа отработал одну задачу полноценно. Но координатор будет точно знать, что вот в этом районе никого нет. То есть, нашей потеряшки в этом районе нет. Все. Мы уехали домой, ребята дальше продолжают искать. Если кто-то захочет стать волонтером, вы принимаете всех желающих с какого возраста и по какой? С 18 лет всех желающих, кто готов помогать. Потому что, как я уже сказал, не обязательно даже в лес выезжать для этого, чтобы помочь отряду. Можно печатать листовки, можно писать просто в соцсетях каких-то. Можно, если вы владеетесь русским языком, грамотно можете общаться хорошо. По телефону можно даже в группу прозвона просто прийти и обзванивать людей. То есть, обзванивать больницы и так далее. И еще, работа такая разносторонняя, оказывать помощь людям. Вы сами обучаетесь вот этому? Первая помощь, необходимая помощь людям. Мы, да, проводим обучение. В свое время мы сами обучились, получили какие-то удостоверения. И плюс у нас есть ребята, которые работают, связанные с работой в медицине. Мы их просим показать нам помощь, да, как инструкторов. И ребята прямо проводят на обучениях. Специально посвящаем даже по несколько часов, да, бывает весь день. Именно на оказание первой помощи. То есть, остановку кровотечения, правильная эвакуация, грамотно и так далее. Я еще раз напоминаю, что кто хочет стать волонтером, набираем просто в поисковике, да, волонтерский поисковый спасательный отряд «Сова» и все контакты. Да, что там еще есть. Можно просто «Сова» отверить. «Сова» отверить, и все будет понятно. Спасибо вам огромное за вашу работу. Очень важное дело делаете. Помогаете нашим правоохранителям, вообще помогаете людям. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Сергей Алексеев, руководитель волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова». Всего доброго. Будьте добры, будьте здоровы и берегите себя.